В мире происходит страшное событие, которое повергает в шок, вызывает страх, панику, гнев, агрессию, конфликты, которые, кажется, уже нельзя никак разрешить. Что же хрена с нами случилось? То есть, как мы, в принципе, умудряемся разговаривать друг с другом? Что мы с собой сделали? Как это исправить? Это печально, и лично я не могу этого принять и признать. Пожалуй, именно поэтому я когда-то решил создать этот канал и не только заниматься изучением, но и просвещением общества, которое будет принимать решения не только основываясь на свои хорошо отработанные механизмы, но и будет искать более рациональный и бесконфликтный подход, который будет способствовать совместной продуктивности. Очисти свой мозг. Я в своих видео часто уделяю внимание конфликтам и конфликтологии. Получается так, что под влиянием эмоций мы не можем прийти к положительным результатам, даже зная суперкрутые техники, формулы или какие-то исследования. Моя задача на данный момент не меняется. Моя задача показать вам, как мы работаем, как работает человек, наш мозг, что заставляет принимать нас те или иные решения, почему мы их принимаем, как избежать негативных последствий и что предпринимать. И самое главное, это, на мой взгляд, не пытаться кого-то переубедить в своей правоте, а начать в первую очередь себя. Мозг человека – это уникальный орган, которому приходится обрабатывать огромное количество информации. Именно он диктует нам, как себя вести и что говорить. В некоторых ситуациях мозг обманывает нас самих. Мы часто наблюдаем за авторитетными и публичными людьми во время просмотра телевизора или ютуба. Даже они могут преподносить неправильную информацию, сами того не подозревая, так как люди подвержены ошибкам и иллюзиям собственного мозга. Вы же видели ни одно, наверное, научное исследование по поводу того, что ни одна компьютерная игра не влияет на агрессию ребенка. Я видела другие исследования, которые заявляют обратное. Как же на нас смогут влиять эти ошибки мозга? Как они мешают в общении? Почему из-за них мы принимаем неправильные решения? И самый главный вопрос – как же бороться с когнитивными искажениями и оставаться объективным? Досмотрите видео до конца, чтобы узнать ответ на эти вопросы. Совсем недавно до всех событий в мире я начал экспериментировать с созданием спонсорства на ютубе. Но сейчас данный формат является сомнительным, так как существует вероятность блокировки и, в принципе, монетизацию отключили. Поэтому я нашел другой сервис от создателей Donation Alerts в Boosty. На этой платформе вы сможете выбрать и оформить подписку на мою страницу, чтобы получать от меня эксклюзивный контент. Это может быть как рекомендованная мной литература и закрытые обучающие видео, так и совместные созвоны и создание закрытого сообщества. Если вдруг вы не готовы поддерживать меня рублем на этой платформе, то можете просто подписаться и читать от меня посты, которые я буду иногда размещать в открытом доступе. Кстати, если вы являетесь экспертом или вам есть что рассказать, то вы, в принципе, сами сможете стать автором на Boosty. Можете создавать разные варианты подписок, чтобы зарабатывать. Это могут быть закрытые чаты в Телеграме или Дискорд-каналы. Заливайте закрытые видео на платформу, проводите закрытые стримы и зарабатывайте. И, кстати, совсем недавно на Boosty появилась реферальная программа для авторов, где, приводя друзей, вы в течение года будете получать 5% от их дохода на платформе. И еще важный момент. Boosty отменил свою комиссию на период 14 марта до 14 апреля 2022 года. Ссылку на свой блог в Boosty я оставил в описании. Я уже разместил несколько постов и уже готовлю контент для тех, кто оформит подписку на меня на этом канале. Подписывайтесь на мою страницу на Boosty, а если вы автор, попробуйте Boosty для себя, чтобы начать стабильно зарабатывать. И продолжаем наш ролик. В ходе эволюции люди учились мыслить шаблонами. Это удобно, потому что мозг не тратит время на обдумывание второстепенных вещей. Например, при общении с коллегой в офисе вы не смотрите постоянно по сторонам, потому что мозг изначально считает такую ситуацию безопасной. Это помогает лучше сконцентрироваться на разговоре. Однако автоматическое мышление может оказать нам медвежью услугу. Мы не анализируем события, которые нужно получше обдумать. Мозг не тратит время на принятие взвешенного решения или оценку ситуации и выдает нам готовый шаблонный ответ. Это происходит из-за когнитивных искажений, то есть систематических ошибок, которые возникают из-за особенностей работы нашего мозга. А давайте узнаем, почему это происходит и почему от этого сложно защититься даже человеку с хорошо развитым критическим мышлением. Наш мозг может сознательно обрабатывать относительно небольшое количество информации, всего 40 единиц в секунду. Ты меня слушаешь, Нео? Или смотришь на девицу в красном? Ну, ой, оглянись. Бессознательно же мы обрабатываем около 11 миллионов единиц в секунду. Мозг после бессознательной обработки части информации выдает готовые шаблонные ответы. Например, нам кажется, что женщины лучше разбираются в косметике, а мужчины в автозавчастях. Поэтому в магазине мы, не задумываясь, подойдем к продавцу-консультанту соответствующего пола. Мозг бессознательно обработал информацию и выдал нам готовый ответ. Куда идти? Даже если заметно, что продавцы, к которым мы подошли, на самом деле новички и ведут себя неуверенно в отличии от консультантов другого пола. Обобщение частных случаев – это ошибка мозга, при которой человек переносит характеристики единичных случаев на обширной совокупности без всяких на то причин. Для того, чтобы понять, как это когнитивное искажение проявляется в жизни, давайте рассмотрим отрывок из интервью Дудя с Жириновским, которое когда-то проходило. Не так давно, несколько лет назад, назвали людей, которые живут на Урале, дебилами. Опять ошибка. У меня было интервью, совершенно секретно, вот этот, как его, кучер Станислав. И, значит, вон про Ельцина. Я его критиковал, Ельцина критиковал и сказал фразу. Вот почему он такой был? Вот это связано с местом рождения, там деревня Будки у него. Вы скажете, и при чем же тут обобщение частных случаев? Он же говорит только про Ельцина. Однако давайте посмотрим тот самый отрывок, о котором спрашивает Дудь. Урал, Урал, там огромное количество залежей под землей. Это кладовая страна. Там огромное магнитное поле, там вообще тупое население. Там дебилы живут. Вот от Перми до Екатеринбурга это страшное, это население дебильное. Оно может быть здоровым, но если взять его по интеллекту, он тупой, до упора. Поле тупого населения, чем на Урале, нет. И вот там родился Ельцина. Мы видим, что Жириновский считает Ельцина глупым, потому что тот развалил страну. Однако он переносит характеристику одного человека, притом весьма субъективную, на все населения Урала. Мы видим, что в интервью он назвал определенные границы, где... Там дебилы живут. Вот от Перми до Екатеринбурга это страшное, это население дебильное. Таким образом, Жириновский подвергся когнитивному искажению обобщения частных случаев. Мы часто слышим пословицу «по себе людей не судят». Если же по себе людей судят, это является когнитивным искажением в связи с проекцией. Это ошибка мышления, при которой человек бессознательно предполагает, что другие люди разделяют его мысли и ценности. То есть, когда вы думаете, что вот я бы на его месте так и поступил, вы подвергаетесь когнитивному искажению. Давайте рассмотрим наглядный пример этой ошибки. Обсудим отрывок из интервью Луны с Ксенией Собчак. Ровно так же, как когда я первый раз, будучи с маленьким ребенком на руках, доверяя этому человеку на все стол, знала о том, что он мне в этот момент в Москве изменяет. Я потеряла сознание, потому что для меня отношение мужчины и женщины, по моему внутреннему такому как импульсу, ощущению, как это должно быть, это в первую очередь доверие, партнерство. В интервью Ксении Собчак певица Луны сказала, что главным в семейных отношениях для нее является доверие и партнерство. Ей казалось, что ее бывший муж Юрий Бардаш считает так же и будет всегда верен ей. Когда она узнала об измене, певица потеряла сознание. Настолько неожиданной для нее стала эта новость. Бардаш несколько раз изменял Луне и каждый раз просил прощения. Она судила мужа по себе и думала, что теперь-то уж он точно будет примерным семьянином и постарается вернуть ее доверие. Однако этого так и не произошло. Своей изменой бывший муж разочаровал певицу. Такие ошибки вызывают злость, боль и грусть. Ведь мы ожидаем от людей совсем другого отношения к себе. Наверняка такие случаи были и в вашей жизни. Вы можете рассказать об этом в комментариях. Ловили ли вы себя на том, что иногда вы уделяете слишком много внимания одной стороне вопроса? И случайно упускаете из виду другие факторы, которые влияют на результат. Возможно, в этот момент вы были подвержены одной из ошибок мозга – эффекту фокусировки. Это когнитивное искажение, при котором человек уделяет слишком много внимания одному из аспектов явления. И из-за этого допускает ошибки в предсказании исхода событий. Рассмотрим интервью Шихман с Мизулиной. На протяжении всей беседы она несколько раз подвергается эффекту фокусировки. Здесь, говоря про компьютерные игры, больше всего беспокоит внутриигровое общение и те платформы, которые дети используют для того, чтобы общаться во время игры. Ну, такие платформы, как Дискорд или Твич. То есть они сидят, обсуждают то, что происходит в игре. И чаще всего в это сообщество приходят нехорошие дяди, ну или люди, и предлагают разные вещи. Мы видим, что здесь Екатерина фокусируется на одной проблеме – внутриигровое общение. Мизулина считает, что через Дискорд и Твич разные люди могут плохо влиять на подростков. Права ли она? Да, такие ситуации происходят, но намного реже, чем кажется Екатерине. Мизулина упускает из виду другие факторы, которые могут плохо повлиять на подростка. Связаться с плохой компанией, например, можно и без помощи интернета. Разве из этого следует, что подростка нужно оградить от общения со сверстниками в школе? Получить одобрение от одноклассников в большинстве случаев для ребенка будет даже важнее, чем выполнить указания от товарища по игре. Согласно мнению большинства психологов, главный путь обучения агрессивному поведению – наблюдение за чужой агрессией в реальной жизни. Поэтому те подростки, кто сталкиваются с насилием дома, по статистике, более склонны к деструктивному поведению, чем дети из благополучных семей. А вот степень влияния СМИ, в том числе и фильмов о насилии на агрессивное поведение, до сих пор не выяснена. Одна из причин, почему Мизулина кажется зрителям интервью некомпетентной – ее фокусировка только на определенных аспектах. А что мы знаем о стереотипах? И если одни из них остались лишь в старых сборниках анекдотов, то другие до сих пор присутствуют в нашей жизни. Стереотипное мышление – это одно из когнитивных искажений. Стереотипизация – это ошибка мозга, при которой мы присваиваем группе людей, событий или объектов некие универсальные признаки. Стереотипизацию можно рассмотреть как один из подвидов когнитивного искажения обобщения частных случаев, о котором я уже рассказывал до этого. Однако, стереотипы чаще формируются обществом. Человек постоянно слышит их и начинает бессознательно использовать при принятии важных решений. Теперь давайте рассмотрим это когнитивное искажение на наглядном примере. Здесь стереотипизацию легко обнаружить в разговоре Амирана Сардарова с Ксенией Собчак. У меня были иллюзии в юности, что женщина – это человек, с которым надо во всем считаться, обо всем все обсуждать. И это твой партнер. И я вот с этим очень много обжегся. Выяснилось, что нахер вам это ничего не надо. Как только вы находите мужика, вы с удовольствием забываете про карьеру, вы с удовольствием свешиваете свои ножки у него на шее и с удовольствием занимаетесь другими вещами, которые вас волнуют. Это быт, внешний вид и дети потом, когда появляются. В интервью Амиран рассказывает о том, что он обжегся в юности, потому что считал женщину полноправным партнером. Мир кажется проще и понятнее, если поделить его на черное и белое. Именно эту ошибку и допускает Амиран, который судит обо всех женщинах на основе единичного случая. Здесь Сардаров присваивает всем женщинам универсальные признаки – нежелание строить карьеру и готовность заниматься бытом и детьми. Амиран даже не замечает, что его собеседница Ксения Собчак вовсе не относится к этой группе людей, хотя он много знает о ней и ее деятельности. Таким образом и проявляется это когнитивное искажение. Человек из-за своих убеждений теряет объективность, он недооценивает или переоценивает людей и допускает ошибки в общении. Здесь мы видим, что Собчак задели высказывание Амирана, ведь она не жертвует карьерой ради возможности сидеть у мужчины на шее. Однако мы не всегда недооцениваем других из-за стереотипного мышления. Люди склонны оправдывать себя и осуждать других за одни и те же недостатки. Почему же это происходит? Неужели мы все настолько плохие и лицемерные? Конечно, это не совсем так. Мозг просто подвержен фундаментальной ошибке атрибуции. Это когнитивное искажение, при котором человек недооценивает обстоятельственные и переоценивает личностные причины при интерпретации поведения других людей. Свои же поступки люди оценивают противоположным образом. Они чаще считают, что причина их ошибок в стечении обстоятельств, а не в их личных качествах. Рассмотрим пример этого когнитивного искажения. Ему подвергается бородажное интервью с людьем. Мы год не жили вместе уже, но я содержал ее. Все нормально, чувак, у меня никого нет. А потом мне рассказывают движ, люди чужие. И у меня просто, ну, то есть я настолько идиот, получается, понял? Я настолько верил в ее ангельский движ, потому что я лично максимально был неправ. Там, как только какая-то проблема, я уходил из дому. Там, типа, пытался там в каких-то телках найти спокойствие. Понял? Типа, ну, там, утолить свою душевную боль. Но, когда я это узнал... Бордаж обвиняет Луну в том, что она ушла к другому мужчине. Своих измен он не отрицает. В конце фаргумента мы слышим, что он искал утешения в других женщинах. То есть свои похождения он оправдывает определенными обстоятельствами. А измены жены – ее личными качествами. Из-за этого когнитивные выскажения люди при общении могут считать вас лицемерным человеком. Они ведь замечают, что вы тоже не без греха. И они опять из-за этой фундаментальной ошибки атрибуции будут считать, что это часть вашего характера, а не результата внешних обстоятельств. Вы можете сказать, хорошо, Сергей, теперь я знаю, какие когнитивные выскажения бывают. Но что же мне делать с этой информацией? Как мне не допускать этих ошибок? Для начала нужно понять, что когнитивные искажения – это часть работы нашего мозга. Они выполняют полезную функцию, помогая нам быстро принимать решения, обдумывание которых и правда не стоит кропотливого анализа. Однако когнитивные искажения мешают нам, смещая фокус нашего внимания с важных вещей. Полностью от них, к сожалению, не удастся избавиться. Поэтому не стоит на этом зацикливаться и превращаться в паранойка. Вы не сможете всегда точно их выявлять. Помните, что вы человек, а не машина. Однако при принятии важных решений старайтесь не поддаваться когнитивным искажениям и трезво оценивать ситуацию. Ведь именно поэтому вы и смотрите этот выпуск. Чем больше вы узнаете о когнитивных искажениях, тем проще вам их отслеживать. А значит, вы становитесь более неуязвимыми к ним. Сам просмотр этого видео помогает вам стать более объективным. А какому когнитивным искажению вы больше подвержены, особенно сегодня? Может быть, у вас есть собственные методы в борьбе с ошибками мозга? Напишите об этом в комментариях. В любой момент мы живем в непредсказуемое время и могут заблокировать ту платформу, где вы смотрите. Поэтому я добавлю ссылки на все соцсети, в которых я доступен и, скорее всего, буду сидеть, а не просто зарегистрируюсь. Поэтому приходите по ссылке в описании, подписывайтесь, чтобы не потерять, в конце концов, первое соцсети, где я буду выдавать все актуальные новости, это Телеграм. Берегите себя, берегите своих близких и двигайтесь вперед настолько, насколько это возможно. Наблюдайте за людьми и не оставайтесь в руках. Скоро увидимся.